Каково порой приходится человеку в инвалидной коляске или лишенному зрения? Здоровому понять сложно. Что значит передвигаться по городу среди бурного потока автомобилей на ощупь? Или проезжать мимо большинства магазинов только из-за того, что нет возможности подняться по ступеням? Какие условия созданы в Славянском районе для маломобильных групп населения? Смотрите в материале моих коллег. К маломобильным гражданам прежде всего относятся люди с ограниченными возможностями здоровья. Пожилые люди, мамы с колясками. Конечно же, они, как и все, ходят в магазины, аптеки, социальные объекты, ездят на автомобилях, одним словом, стараются жить полной жизнью. Позаботиться о доступе к вышеперечисленным объектам прежде всего должны их владельцы. К примеру, в магазине строительных материалов и снаружи и внутри все нормы по созданию доступной среды для маломобильных граждан выполнены правильно. Выделено место для стоянки автомобиля с правильным расположением. Везде есть пандусы. Внутри здания, помимо лестницы на второй этаж, находится лифт с яркими светящимися цифрами, а также звуковыми сигналами для слепых. На лестнице предусмотрены разметки желтого цвета для слабовидящих. С двух сторон есть поручни. Во всех проходах отсутствуют пороги. Также между кассами большие расстояния, чтобы можно было проехать на инвалидной коляске. Одним словом, этот объект может служить настоящим примером по созданию доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Еще одно сооружение в нашем городе без нарушений норм – пенсионный фонд. Рядом с объектом предусмотрена удобная парковка. Есть пандусы и разметки. В список антинарушителей также попадают здание налоговое по улице Красной, банку банк-кредит. Однако не все соблюдают необходимые нормы, из-за чего инвалидов на улице ждут многочисленные испытания. К примеру, подняться по такому пандусу даже с чьей-то помощью будет сложно. К таким нарушителям применяют всевозможные меры воздействия. Одним из важнейших направлений работы Управления социальной защиты населения является организация работы по обеспечению безбарьерной среды для маломобильных групп населения. Специалистам управления проводится мониторинг. По результатам мониторинга проводится анализ состояния доступности объекта. В случае, если выявляются какие-то нарушения на объекте, это есть основания для составления протокола об административном правонарушении. Протокол составляется немедленно, на месте при выявлении нарушения, либо в течение трех суток, если необходимо известить, если нет собственника на месте. Значит, имеется пара статей, которыми мы пользуемся. Это статья 9.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Это уклонение от обеспечения беспрепятственного доступа. Для предпринимателя это административная ответственность от 2 до 3 тысяч рублей. Для юридических лиц от 20 до 30 тысяч рублей. В том числе еще имеется санкция статьи 5.43 КОАП РФ. Это нарушение требований законодательства, предусматривающих выделение на автомобильных стоянках мест для специальных автотранспортных средств. Также имеется еще статья 11.24 КОАП РФ. Это организация транспортного обслуживания населения без создания условия доступности для инвалидов. Вот эти основные три статьи, которыми мы пользуемся в своей работе. В целях недопущения строительства новых объектов, без учета мероприятий по доступности, все здания на проектирование при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте согласовываются в управлении. В первом полугодии 2014 года согласовано 24 здания на проектирование. Два из них возвращено на доработку. В задании на проектирование в пункт 2.2.4 вносится информация, что все здания и сооружения должны соответствовать сводам правил доступности зданий и сооружений для маломобильных групп и граждан. То есть все здания должны быть снабжены пандусами. Пандусы тоже имеют свои критерии. Это уклон 1 к 12, имеет поручни обязательно на высоте не выше 70 сантиметров, нескользящую поверхность и, естественно, разметку хорошо видимую желтого цвета. Каждый день мы ходим по улицам, шагаем по ступенькам. Для нас это обычное дело. И не задумываемся о том, что у некоторых людей нет такой возможности. Поэтому очень важно создавать жизнь без барьеров и границ. Тина Копачевская, Сергей Тимовский, программа «События».